Дарина Соколова появилась на публике. Девушка еще в начале мая вернулась в Донецк. Однако только сейчас дала пресс-конференцию. Я сама из Донецка родом. Всю жизнь я прожила в Донецке. И так получилось в связи с ситуацией, которая развернулась на востоке нашей страны. Я уехала в Киев в конце лета, в 2014 году. Здесь, в Донецке, я занималась культурной деятельностью. Пыталась продвигать, в основном, это касалось тяжелой сцены нашего города. То есть, может, слышали такие вещи, как Детройт, что-либо другое. И в Киеве я пыталась все это воссоздать. Другая жизнь началась у Дарины со знакомства с правым сектором. Оказалось, что в бывшем окружении девушки был ярый поборник Единой Украины Станислав Федорчук. Он и привел девушку в экстремистскую организацию. Человек познакомил меня с множеством людей, которые потом, как выяснилось, в процессе общения уже оказались членами правого сектора. То есть, именно Олег Караташ, именуемый себя Мальфаром, который, оказывается, занимается обеспечением правого сектора, перегоняет машины, да, какие-то другие вещи, ценные из Польши для правого сектора. Изначально мне его представляли как поэты, писателя. Очень вдохновленно так говорили о своей деятельности, о каких-то благих целях, о возрождении украинской культуры. Говорили о своей деятельности военной. Караташ, говоря о том, что был снайпером, вдохновленно очень об этом всем рассказывалось. В итоге она тоже захотела стать снайпером в батальоне Торнадо. На пресс-конференции так и не прозвучало ответа, почему решила стрелять в жителей Донбасса. У человека здравомыслящего уже возникает желание уехать назад, минут через 15, когда ты видишь там то, что ты видишь. Слово «военные» к людям, которых я увидела, вообще не относится. Приехала я быстро и легко с родителями одного из бойцов, который именовал себя там «Сокол». А вот выехать назад, тем более за неимением тогда, на территории этого батальона, он находился в Лисичанске, на территории школы, не было командира, намного сложнее. То есть вот ощущение такое, что просто так тебя не отпустят. Вот приходится очень много договариваться, очень много разговаривать. И с горем пополам человек, который называл себя Ахиллес, заместитель командира, да, как-то поспособствовал тому решению, чтобы я уехала. По словам Дарины, в подобных добровольческих батальонах служат люди без каких-либо моральных принципов. За эти слова в Киеве девушке пришлось не сладко. В Киеве там есть офис правого сектора, который действует абсолютно официально, то есть имея там какое-то разрешение президента, да, прорезная 10. Люди, которые там работают, то есть как главный юрист, например, Алексей Гук, Юрий Павленко, который себя так называет пафосно, Абдула. Когда ты находишься там долго, ты видишь, что это люди, которые пришли на Майдан, потому что ничего не имели, а пришли в правый сектор, потому что там стали иметь больше, чем на Майдане. Эти люди абсолютно считают, что ситуация, которая развернулась у нас сейчас, военная, это абсолютно вина у каждого человека, живущего на востоке Украины, по причине его генетической неполноценности. То есть большего бреда я в жизни не слышала. В украинской столице Дарина безуспешно пыталась обращаться за помощью в Киевский патриархат. Есть украинский патриархат киевский, украинская церковь, да, Киевского патриархата. Есть там синодальный отдел, который называется «Элиос милость», направленный на помощь беженцам, таким как я и еще кто-то другой, которые прибыли из Донецка, из других наших городов восточных, да, вот хотелось бы отдельно выделить, что руководителем формальным этого отдела является протеерей, духовное лицо, протеерей отец Сергий Дмитриев. И вот что делает отец Сергий Дмитриев? Он вместе с бывшим жителем города Донецка, Шебелевым Владимиром Савельевичем, пользуясь своим статусом, выпрашивает у таких больших влиятельных организаций, как «Возрождение», «Каритос» в польске, гуманитарную помощь в эквиваленте вещей либо денег, но деньги забираются, а вещи продаются. До людей не доходит ничего. А людей очень часто просто оставляют на улице. Из-за нападок на церковь